Деньги на здоровье и труд. Амурская область получит 250 миллионов рублей с Федерального резерва на модернизацию соцобъектов. Из аварийных благоустроенные более двух тысяч амурчан переедут в этом году в новые квартиры. Явление Богородицы на Амуре в Благовещенске вспомнили события 1900 года. Элита вооруженных сил вручением медалей и торжественным митингом отметили в амурской столице День ВДВ. Об этом не только расскажем в ближайшие минуты. Не переключайтесь. Научные профильные смены планируют проводить в оздоровительном лагере «Колосок» круглый год. Учить наукам юных амурчан, скорее всего, будут преподаватели вузов. Такое предложение прозвучало во время выездного совещания в Рио губернатора Василия Орлова в загородный лагерь. Кстати, в «Колосок» летом приезжают более тысячи детей. Как сейчас организуют их отдых, знает Денис Вериденко. Настоящий международный поединок лучников. В этой смене вместе с амурскими ребятами отдыхают мальчишки из Китая. Дети из Поднебесной выиграли путевки в компьютерной игре «Жека. Чистый город». Коммунальные соревнования прошли в областной столице в мае. Один из победителей – Джан Бокан. Мальчика уже больше семи лет многие называют просто Петя. Несколько лет он жил в Екатеринбурге и учился в школе, поэтому сейчас очень хорошо говорит на русском. Говорит, найти общий язык со сверстниками легко, однако проще всего общаться с ребятами на языке танца. Ну, как сказать, больше мероприятий здесь. Больше всего понравилась, конечно, дискотека вечерняя. Каждый день с детьми проводят вожатые, воспитатели, инструкторы по стрельбе из лука, стилисты, рукодельницы. Для ребят организовали несколько станций. В одной научат плести подделки, в другой – косы. В третий – профессиональный альпинист покажет, как не запутаться в веревочной лестнице. Кстати, именно такие спортивные игры нравятся отдыхающим. Я приехала из Благовещенска, мне нравится тут все. Тут и друзья есть, и, может, кто-то с гимнастики, со школы. Вместе играем, вместе рисуем, вот, на гимнастике вместе. Василий Орлов не только прогулялся по территории лагеря, но и пообщался с ребятами. Он рассказал им о своих домашних животных и школьных оценках. По словам руководителя лагеря, именно в Колоске самая сильная материально-техническая база. Работать в лагерь может круглый год. Специалисты амурских вузов разработают профильные и тематические смены для юных амурчан. Дети смогут здесь не только отдыхать, но и учиться. Чтобы это был не только рекреационный центр, чтобы на базе лагеря «Колосок» можно было проводить некие образовательные программы. Такая практика в стране есть. Сразу несколько ведущих лагерей стали из рекреации, все-таки учебными центрами. Это в том числе лагерь «Артек», это в том числе Всероссийский детский центр «Смена», «Океан» в Приморье. И поэтому эти практики мы сегодня пообсуждали и подумали, каким образом можно их применить здесь. Всего же в этом году в амурских санаториях и оздоровительных лагерях отдохнули более 70 тысяч детей. Чтобы организовать их отдых, проделана большая работа. Василий Орлов вместе с чиновниками также обсудил проблемы, с которыми столкнулись при организации оздоровительной кампании. Так, в этом году удалось улучшить качество питания за счет привлечения местных производителей. По словам руководителя Мурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, в рамках проверок больше всего фальсификаций и нарушений выявляется именно в привозном товаре из других регионов. Внимание уделили и качеству воды. В некоторых местах отдыха эксперты фиксируют высокое содержание железа. Чтобы решить вопрос, в загородных лагерях планируют внедрить современные методы фильтрации воды. Насколько я понял коллег, здесь избыток железа есть в некоторых лагерях, поэтому я думаю, что мы вместе с нашими коллегами из Министерства ЖКХ, правительства Мурской области найдем системные решения. В следующем году таких проблем не будет. Этим летом в области действовало более 300 организаций отдыха и оздоровления детей. Сегодня ребята отдыхают в 30-ти, в их числе загородные и пришкольные, палаточные лагеря, санатории. Более 70 тысяч детей уже побывали в местах отдыха. За оставшийся месяц успеют провести время на природе еще 10 тысяч ребят. Денис Вериденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Около 30 миллионов рублей получит на капремонт у Стивановский психоневрологический интернат. 4 миллиона – дом-интернат в Благовещенске. Всего же на социальные задачи, социальные сферы из резервного фонда правительства России при Амуре выделили 250 миллионов рублей. Средства также пойдут на модернизацию социальных объектов, протезирование, трудоустройство инвалидов. Эти вопросы Василий Орлов обсудил с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорием Лекаревым. В числе проблем завершения строительства Малиновского дома-интерната. Для окончания реконструкции не хватает 250 миллионов рублей. В ремонте нуждается и лечебный корпус реабилитационного центра для детей и подростков в Бордогоне Свободненского района. На встрече говорили и о создании в Преамурье центра протезирования. Для этого необходимо закупить оборудование, обучить людей. К примеру, организовать обучение на базе крупнейшего института в Санкт-Петербурге. Также в ближайшее время будет обсуждаться вопрос авиаперелетов людей с ограниченными возможностями. Вот эта вот вынужденная мера с перелетами через всю страну, она, понимаете, конечно, тоже нами будет прорабатываться, особенно если авиационным транспортом удобнее. Но правильнее приблизить услугу к человеку, приблизить услугу к тому месту, где он живет. По каждому из этих вопросов нам предстоит большая работа, потому что действительно вы знаете, что серьезный дефицит бюджета наблюдается в стране, и часть вопросов требует организационных решений, а часть вопросов требует, соответственно, финансов. По этим вопросам мы с коллегой выстроим определенную дорожную карту и через некоторое время сможем ответить, что нам удалось решить, о чем удалось договориться, в какие сроки и так далее. Более 2000 амурчан сменят в этом году старые бараки на благоустроенные квартиры. Около 800 переедут в 16 новых многоквартирных домов. Также недвижимость приобретут на вторичном рынке. Квартиры в новостройках уже получили жители Свободного, Сковородинского районов, а также поселков Прогресс и Бурея. До конца этого года новоселье отметят жители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Сковородина, а также Сковородинского района, поселков Прогресс и Серышева. Переселение продолжится и в следующем году. Сейчас программа по переселению амурчан из аварийных домов реализуется в 12 муниципалитетах области. По площади аварийного жилья регион занимает второе место среди субъектов ДФО, пятое по России. За пять лет в Преамурье расселили почти 11 тысяч человек из 158 квадратных метров аварийного жилья. Кстати, на заседании Госсовета Владимир Путин дал поручение Минструю России до 1 января 2019 года разработать и запустить новые механизмы переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано таковым после 1 января 2012 года. В Благовещенске вспомнили события 1900 года. В это время, в начале августа, областная столица подверглась обстрелу с китайской стороны. В Поднебесной началось восстание и хатуани. Избежать массовых жертв и разрушений удалось не только благодаря самоотверженности наших предков, но и заступничеству Пресвятой Богородицы, которая по преданию явилась на берега Амура и встала на защиту города Благой Вести. В память об этих событиях в столице области прошел крестный ход, а в этом году он собрал сотни верующих амурчан. Юрий Камышный расскажет подробнее. На торжественную службу перед началом крестного хода пришли десятки верующих. Молеби надслужили у главной святыни Амурской области, чудотворной иконы Албазинской Божьей Матери и еще одного почитаемого у православных образа Богоматери в Белом. Ее еще называют заступницей Благовещенска. По воспоминаниям очевидцев, в 1900 году, когда город попал под обстрел, на его защиту встала сама Матерь Божья. Над Амуром явилась Божья Матерь, причем видели ее в основном китайцы, со стороны которых шел обстрел. Они видели ее как прекрасного вида женщину в белых одеяниях с младенцем на руках. И после этого очень многие, те, кто участвовал в этом обстреле, кто-то не мог стрелять, у кого-то отказывало оружие. В результате город был спасен. Именно два этих образа чудотворной Албазинской Божьей Матери и Богоматери в Белом пронесли по исторической части города. Той самой, которая в 1900-м подверглась обстрелу. Маршрут крестного хода протянулся от Кафедрального собора до Триумфальной арки. Весь этот путь прошли не только священнослужители, но и прихожане. Многие принимают участие в этом памятном событии уже не первый год. И даже специально приезжают в Благовещенск из других районов области. Это очень, так сказать, для нас значимый день. Очень сердце, вы знаете, аж слезы выступают, когда. Проходишь в этом креслом ходишь. Очень дорожим этим днем. И очень важно для нас. Прошлый год был и раньше был. Потому что душа просит. В церковь не всегда хожу. Не по состоянию здоровья. А сегодня, как видите, погода нам благоволит. Погода такая, что не дождя. И солнце милостивое к нам. Еще один молебен отслужили у Триумфальной арки. Здесь не только вспоминали о событиях начала 20 века, но и молились за то, чтобы их больше не повторялось. Архиеписко-благовещенский Тындинский Лукьян назвал этот отрезок из истории Благовещенска и радостным, потому что явилась Богородица и одновременно печальным. Печально, потому что у людей того времени совершенно не было надежды. Их оставляло вера в то, что наш город будет спасен. Но они не переставали молиться у чудо-творного газинского образа и просить защиты Божьей Матери. И именно по литвам у чудо-творного образа на реке Амуре появилась Божьей Матери. Сегодня Благовещенский хай-хэ разделяет только пограничный Амур. Но преград для дружбы и экономического сотрудничества нет никаких. Отношения между городами с каждым годом укрепляются. А события 1900 года остались только на страницах учебников. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Два снегоболотохода получили амурские спасатели. Новая специализированная техника отправится в пожарно-спасательные подразделения Зейского и Тындинского районов. Машины могут передвигаться как на гусеничном, так и на колесном ходу. Это значительно упростит поиск и спасение людей, доставку воды в труднодоступные места, а также работу спасателей при чрезвычайных ситуациях. Планируется использовать машины и в межнавигационный период для патрулирования водоемов с неокрепшим льдом. Такую технику амурские спасатели получали и раньше. До конца года в область поступят две автоцистерны, снегоходы, пожарное оборудование и пожарно-техническое вооружение. Три с половиной дня в пути и многочисленные испытания. Амурчанин Александр Шелковников покорил пик тысячелетия Крещения Руси. Это одна из сложнейших вершин туркестанского хребта в Киргизии. Спасатель амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда преодолел весь путь в составе сборной команды «Бурятия». Это восхождение относится к высшей категории сложности. Такой маршрут могут покорить только профессионалы. Пик тысячелетия Крещения Руси впервые был покорен в 1988 году. Тогда же и получил свое название. Амурчанин в составе сборной команды «Бурятия» поднимался на вершину высотой более 4000 метров на протяжении трех с половиной дней. Команда стала третьей, которая прошла по маршруту, впервые проложенному альпинистами из Екатеринбурга в 2015 году. Своё восхождение спортсмены посвятили 1030-летию Крещения Руси. Его отмечали в России 28 июля. Спуск альпинисты проводили 30 часов и непрерывно, сообщает Пресс-служба Амурского управления МЧС. Двух амурских десантников наградили медалью за миротворческую миссию в Азербайджане. Праздничный митинг, посвященный Дню ВДВ, прошел в Благовещенске. Десантники Преамурья собрались в сквере воинов-интернационалистов. Место выбрано не случайно. Российские воздушно-десантные войска были задействованы во всех боевых операциях, которые прошли за последние десятилетия. Голубые береты называют элитой вооруженных сил. Служба в ВДВ всегда считалась престижной и ответственной. В нашей стране десант обладает значительной ролью на полях сражений, где бы то они ни было. Всегда проявляли четкость, дисциплину, дерзость. И этим мы всегда с вами отличались. Я хотел бы сегодня пользусь случаем поздравить наших уважаемых ветеранов, которые независимо от того, что они закончили свою службу, они сегодня несут боевую вахту. И самое главное, что они воспитывают наше подрастающее поколение. На митинге двух амурских десантников наградили специальной медалью за миротворческую миссию в Азербайджане. Награды нашли своих героев спустя почти 40 лет. Свой профессиональный праздник российские десантники отмечают 2 августа. Ровно 88 лет назад было создано военное подразделение, которое сегодня все знают как ВДВ. На этом у меня все. Пересмотреть программу можно в социальных сетях на страничке Амурского областного. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин